Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке. Последнее время вокруг красно-белых очень много разных слухов касательно того, кто может стать новым тренером. Касательно того, что Абаскаля могут уволить, ну, тут слухи еще по ходу первой части сезона пошли, а сейчас добавляются определенные инсайды касательно кандидатур. Кто может прийти на замену? Потому что, как я много раз уже упоминал, мало убрать тренера, который вам не нравится, нужно найти достойную замену. А вот эта задача очень тяжелая, потому что далеко не все наставники готовы поехать работать в Россию, и многие наотрез отказываются. И вот на фоне всего этого возникают разные слухи и домыслы, и один из них запустил недавно агент Дана Петреску. Да, того самого наставника, который в свое время руководил Кубанью, Динамо и множеством других коллективов за пределами России, и который сейчас, судя по сообщениям его агента, готов вернуться в РПЛ, чтобы возглавить Спартак. Вот такая вот инфа от представителя Петреску. Давайте эту инфу обсудим и попытаемся понять, подойдет ли Петреску для Спартака. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете ознакомиться с моими статьями, а также с заметочками на футбольную тематику. Плюс к этому, в моей телеге вы можете получить очень приятные бонусы от нашего партнера, от компании Пари, который предлагает вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там вы получите все инструкции, и с их помощью получите тот самый подарок, который дальше можно потратить по своему усмотрению на сайте этой компании, на их приложении. Там множество событий по разным видам спорта. Короче, не затеряйтесь. Ну и да, не забывайте подписываться на мою телегу, там много всего интересного. Итак, вообще хотелось бы сразу отметить, что отношение к Дану Петреску в нашей стране, оно такое, специфическое. То есть, с одной стороны, Петреску был в прошлом выдающимся футболистом. Это громкое имя, и это, конечно, прикольно, когда твою команду возглавляет такой вот культовый персонаж. С другой стороны, далеко не каждый выдающийся футболист становится классным тренером, и в Грозном, например, помнят так называемый сексуальный футбол от легенды голландского футбола, который никого там не возбудил. Многие в Спартаке могут вспомнить Лаудрупа, который хоть и, скажем так, прекратил вот эту серию без побед с ЦСКА, но оставил не самое лучшее впечатление в целом своей работой. То есть здесь то, что Петреску легенда в прошлом, это, конечно, плюс, но не более того. Если говорить о нем как о наставнике, то, с одной стороны, в общем-то, нельзя сказать, что он как-то прям провалился в России. То есть, вспоминая его Динамо, это, наверное, главный проект в его российской карьере, при всем уважении к Кубани, Динамо было симпатичное, на мой взгляд, достаточно забивное, интересное, и то, что Петреску, к сожалению, тогда покинул команду, вот я до сих пор считаю, что это возможно, возможно, все-таки была ошибка с обеих сторон. Там, конечно, все были на эмоциях после поражения, даст бог памяти, от Анжи с крупным счетом, но, учитывая звездность того Анжи, мне кажется, здесь даже крупное поражение можно было как-то объяснить. Так что здесь Петреску, на мой вкус, тогда в Динамо поставил достаточно интересный футбол. Разумеется, у него был еще и очень крутой состав, но, как показывает практика, далеко не каждый крутой состав превращается в крутой коллектив. А у Петреску команда была ничего такая. При этом хотелось бы обратить внимание на то, что в дальнейшем Петреску достаточно неплохо поработал в других чемпионатах уже после отъезда из России. То есть, если мы берем клуб с его родины, ЧФР Клуш, то с ним Петреску взял несколько чемпионств. Плюс к этому там и в арабских странах поработал, и в Турции. Видимо, бабки зарабатывая успешно на тамошних футбольных инвестициях. И в итоге сейчас у него есть достаточно неплохой послужной список с победами, с успехами. И говорить о том, что Петреску это сбитый летчик, а многие так и говорят, на мой взгляд, это преувеличение. При этом, да, разумеется, Петреску это не тренер масштаба, я не знаю, топового европейского уровня. Это не какая-то суперзвезда. А, наверное, это не тот же самый Руй Витория в сравнении, который, по слухам, готов принять Спартак следующим летом. Вот сейчас закончатся чемпионаты, Витория, по его же словам, готов вернуться в красно-белый клуб. Поэтому здесь вариант, скажем так, не идеальный, мягко говоря. Но, если уж действительно у всех так прикипело, припекло и все хотят убрать Абаскаля с глаз вон и сердце долой, ну, наверное, тут Петреску является не худшим вариантом на замену. Потому что варианты с российскими специалистами. Ну, ребят, честно, вот эти популистические заявления, что давайте позовем Юрана, давайте вернем Черчесова и еще кого-то, но это детский сад. Что касается Карпина, Карпин не поедет. У меня такое ощущение, он всем доволен в Ростове и снова окунаться вот в эту бурлящую спартаковскую жизнь, это не для него. Осенькин, ну, Осенькин это тренер для крыльев советов, для крепкого середняка, а не для команды. С многомиллионной армией болельщиков и постоянной вот этой информационной шумихой. Поэтому здесь, если уж действительно есть вариант с Петреску, если Петреску так или иначе готов уйти из своего нынешнего коллектива, где он, опять же, зарабатывает деньги активно на восточных вот этих финансах. Так вот, если есть такой вариант, ну, в принципе, его, наверное, можно рассмотреть. Потому что просто увольнять Абаскаля и назначать кого угодно или, там, исполняющего обязанности, я не знаю, кого, Камбарова позовут, что ли, из дубля или кого еще, я просто даже не представляю, кого сейчас, вот в случае чего, Спартак назначит исполняющим. Может, кого-то из штаба. Не суть важна. Смысл в том, что это будет лучше, чем вот так вот головой в омут убирать, просто ради того, чтобы убрать и никого не найти взамен. Петреско — это человек, который, в принципе, ставит неплохой атакующий футбол, достаточно интересный. При Петреско многие футболисты в том же самом «Динамо» прибавили. Петреско — это человек, который привык работать с амбициозными командами, пускай и на своем уровне, то есть в румынской лиге его клуш регулярно брал чемпионство, это тоже плюс. Умение работать в больших коллективах, пускай и на своем локальном уровне. В общем, здесь, наверное, это не худший вариант. С другой стороны, обратите внимание, информация была запущена со стороны Петреско и его агента. А вот что касается «Спартака», последние инсайды говорят о том, что «Спартак» действительно рассматривает зарубежных наставников, которые могут пойти в «Спартак» и возглавить команду. Но, что опять же очень важно, это наставники, которые ранее не работали в России. То есть это должны быть принципиально какие-то новые люди. Такова позиция красно-белой команды и их спортивного директора Амарала. Так что здесь Петреско не особо проходит по данному лимиту.